Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в Центральной библиотеке имени Ивана Захаровича Сурикова на нашем новогоднем заседании клуба выходного дня «Октябриды». Дорогие друзья, вот и наступает самый сказочный, самый волшебный праздник – Новый год. Сегодня, в канун веселого праздника Нового года, мы собрались с вами, чтобы повеселиться, послушать забавные шутки, самим проявить свою находчивость и смекалку. А начнем мы наш новогодний праздник со спектакля, новогоднего спектакля, который наши друзья назвали «В морозном снежном царстве». Итак, дорогие друзья, встречайте театр «Ровесник», который работает, как вы знаете, при Центральной библиотеке имени Сурикова. Похлопайте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Скоро Новый год! А что в Новый год делают все приличные пески? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Снегурочка-то какая-то. Всего оказывается, друзья. Какая скромная. Что же дарить Снегурочке? Надо бы с товарищами посоветоваться. А кто еще может жить в нашем холодном, снежном, морозном царке? Конечно, пингвин-антипот. Давайте позовем его. Пингвин! 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 Привет, пиздец, что звал? А ничего не тревожишься? Снегурочка в Новый год всем подарки дарит, работает. А мы, звери такие-сякие, ей ничего не дарим. Надо бы подумать, что ей подарить. Справедливо ли это? Конечно, нет. Это ты правильно придумала. А что ей подарить? Понятия не имею. У тебя хотелось спросить. А давай у нее спросим. Сюрприза, конечно, не выйдет, зато уйдем. Снегурочка! Здравствуй! Что бы ты хотела подарить на Новый год? Ой, ребята, да у меня все есть. Разве что... Ну, скажи! Подарите мне что-нибудь сказочное, а то я вся в делах, вся в работе, хочется в детство. Дед Морозу шприцей. Он про сказку все узнает. Соли, мы пиши. Соли. Соли, мы. Дед Мороз. Да, звери тоже современные у нас, как арктиби и у лесов. Дед Мороз. Дед Морозу хочет. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Румяна. Пойди, дедушка. Ой, как хорошо. Здравствуйте, ребята. Ой, то есть зверята. А что вы тут делаете? Подарок ищем. Для снегурочки. Сказочные. Это хорошее дело. А то она у меня все работает и работает. Совсем заработалась. Только что же ей подарить-то? Это задача. Отправлю-ка я вас в сказку. А мы не заводимся? Что-то непривычно как-то. Да не, ничего. Я вам провожатого дам. Флинт! Флинт! Флинт. Флинт. Бястро, бястро. Это попугай. Флинт, Флинт. Знакомься. Песец. Пингвин. Ну, будешь им сказочный лес дорогу показывать. Ты у нас парень, знающий. Пять ребятствий. Тогда вперед. И знать, ребята. Ой, зверята. Что подарок дарить, это еще не все. Это интереснее, чем его приобретать. А вот приобретать ты его еще интереснее, если нет. Фантазия ваша должна у вас закрохиться. Ну, спасибо, дедушка. Аплодисменты. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Уходишь. Полетай. Ястрый, ястрый. Ну, вообще никого нет. Может, тут мне и нет никого? Давай позовем. Ау, есть тут кто? Вымеркну, что ли, все никого нет. Сонка слабая. А вон, видишь, рощи. Рощица. А там, наверное, кто? Сезонника какая-нибудь сова живет. Или медведь ходит. Может, медведь ходит. Будьте здоровы. Выходи. Выходи, Миша. Пересел меня с полом. Ястрый, ястрый. Это кто? Ты что? Во днях не знали сам зачем. Зашел я в незнакомый дом. Не захотелось кое с кем потолковать о том, о сём. И рассказал им кто, когда, и почему, и от чего. Сказал откуда и куда, и как. Что было раньше, а что потом, и то кого, и что к чему. Не знаю. О, медведь, не хотите? А здесь уже и нет ничего. О чём вы такие хмурые? Ой, знаете, мы тут ходим уже не первый день. Ищем подарок лес. Да, во-первых, подарок для Снежурочки. Сказочный. Вот нам никто не может дать ответ на этот вопрос. Что за сказочный подарок-то, а? Ну что, и знай. Может, помоги. Не бьётесь. Ну только по нашим сказочным правилам. О, опять начинает. Знаете, нас тут уже один кот обманул. Наверное, его тебя будет. Мы вам поможем, а вы на льфи. Дело в том, что я пишу стихи. Только вот опилки, то и дело меня подводит. То помню слово, а то не помню. Давайте поможем медведю, что делать-то. Вот и надо мне слова подсказать. Я их на горшочке запишу, чтобы не забыть. Я сама писать научила. Поверь мучка ближе к ним. Мишка очень любит мед. Почему? Кто поймёт? В самом деле, почему ему так нравится? А вот кому нравится, что нравится, не помню. Гному. Ну или гному. Да полно тебе. Ему, то есть Мишке. Ему. А ещё, если б Мишке были пчёлови, то они ни по чём никогда не подволили так высоко. Ну, кинуть лом и летели бом-бом. Как? Нет, там как-то по-другому было. Да нет, строить дом. Вот именно. Строить дом. Ну чё, мы удовлетворили твоё любопытство? Медвежьи. Ещё чуть-чуть, самое главное. Я тучка, 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 а вовсе не медведь. А как приятно тучке по небу лететь. А в синим-синим небе порядок и уют. Поэтому из мишек получится салют. Какая богатая фантазия у этого двейка. Поэтому все точки так весело поют. Да, оно, я рад, я счастлив. Теперь не есть, что спеть на дне рождения, Ио. А теперь моя очередь. Что вы там спросить хотели? Так вот, как мы ищем подарок для Снегурочки. Какая скачный. Самый скачный подарок. Сейчас. Секундочку. Надо пораскинуть опилками. Есть! Мёд! Кажется, Снегурочка не хотела мёда. А ты ничего не перепутал? У тебя опилки точно на месте? Я за них не поручусь. Но другого же это я не придумаю. Может, ещё у кого спросите, а мне пора. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Слышные. О, не смешно. Уходишь. Что вы так тут делаете? Всё, от виды ищите. Поищите. Сейчас поищем. Сейчас поищем. Попугаи. Пястрый. 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 Пястрый, пястрый. Так. Ну чего? Ходим-ходим, не возвращаться же ни с чем. Ну, может, кто-то ещё попадётся. Вон, смотри, рощица. Может, там сова всезнайка живёт. Ещё одна сова после «Медведя дону». Ну, может, нам кто поможет. Лежа стихи не писала. Да. Пястрый, пястрый. Попугаи. Попугаи. Видели? Нет. Не я не встречаю. Попугаи. 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 А ты кто такой? Я писяц. Северный зверь. А какому поводу бродите в наших местах? Подарок ищем. Сказочный. Для Снегурочки. А нет, ничего проще. Подарите ей шкуру на шуку. Если волка увидите, не дрожите. А, кстати, Снегурочка девушка. Девушкам нравятся шубы. Может, совет красной шапочке доверит? Да. С ума сошёл. Даже Снегурочка не такая. Она не розит натуральный мяг. Она не розит натуральный мяг. А зачем ты ищешь? Ух ты. Я не помню. Точно. Чем оно надо? Он тебя что, это... Обидел, что ли? Обидел? Это задриванный щенок! Ну, как что ты его ищешь-то тогда? Зачем преследовать? Он тебя это... Сильнее, что ли? Зачем ты за него бегаешь? Он снегурок. Ну, надо, красная шапочка. Ну, как ты без понтова преследовать существо? Волк, воину по каким-то неизвестным причинам. Новый год! Может, простишь его, а? И... Правда? Достойно? Боди. Достойно? Пойду, помирюсь с волком. Всё-таки такой праздник! О, ещё один родственник! Добрый день! Привет, волк! Здравствуйте! Куда путь держите? Подарок ищем! В наших опасных местах. Подарок ищем для снегурочки. Волшебный, сказочный. Тут некоторые за мехами охотятся. Будь осторожен, Руслан. Ты о красной шапочке, что ли? Она тебя ищет. Не бойся. Она меня давно ищет. Я ленаги уношу. Она помириться с тобой хочет. О, какие новости! Обрадовали вы меня. Могу ли я вас обрадовать? Какой подарок самый сказочный? Помоги! Хоть ты! К сожалению, не могу я вам ничем помочь. Но знаю, что не так далеко можно встретить того, кто ходит в большой шляпе. Он на все вопросы отвечает. Ну, пойдем поищем. Того, кто носит большую шляпу. Интересно, он-то нам поможет, нет? А что вы тут делаете? Ну, что наш вид? А, вы еще не совсем поищите. Красная шапочка. Постаньте, хоть и я дам лето. Красная шапочка. Красная шапочка. Я-то тебе помню. Еще девочкой, робкой, нежной. Я тогда тебя и есть не стал. А мне все распадывают. Как-то нас с бабушкой проглотил. Красная шапочка. Ну, сама подумай. Могли бы вы с бабушкой целиком лезьте ко мне в горло? Никого нет, правда. Странно, что лица мне тут? Стойте поцельно. Историю все время рассказывал. Да и кот пару раз тоже рассказывал. Ну, про кота у нас всем известно. Склеротик он. А вот лиса? Ну, вообще так вот. Если лису встретишь, не трогай. Она магия. Красная шапочка. Может, прости мне, Сур-Адинова? А достойно ли это настоящего воина? Великодушие есть главная черта воина. Точно. Проявлю я великодушие. Пожалуй, зарою тамага в землю. И по мере с лисой Стреки на Новый год В мире и согласии. Все, вы ходите. А что вы тут делаете? Неужто нашли? А еще не совсем. Ну, посмотрим. Что у вас получится? Стреки на Новый год. Что нам может сказать чудо, которое носит большую плясу? Может, он бандит, да? Да, слушай. Хоть какой из большой дороги. Какая разница, ли, кто чем-нибудь помог, а? Ну, ходим уже без... Вот я сейчас всех удивлю. Вот это стихи. Ай да не знайка, ай да чей-то сын. Вот послушайте. Знайка шел гулять на речку. Перепрыгнул через овечку. Каково, а? Весь шедевр. А это? Торопышка был голодный. Проглотил утюг холодный. Все так умрут со смеху. А вот еще. В овоське под подушкой Лежит сладкая ватрушка. Гениально. Просто и гениально. Вон он, в большую шляпе. Смотри. Здравствуйте. Говорят, только вы можете нам помочь. Кого мы тут только не спрашивали. Но никто не может в сказке ответить на один простой вопрос. Но говорят, что именно вы можете. В два счета. Какой подарок самый сказочный? Что там у вас? Какой подарок самый сказочный? Да что угодно. Талант, например. Вот я, скромный, гениальный поэт. Мне мой талант, мой поэтический дар дороже всего. Не хотите мы их новый стихок послушать? Да нет, спасибо. Давайте как-нибудь в другой раз. Жаль. Очень жаль. А вы упомянули, что с кем-то здесь разговаривали. Значит, здесь кто-то есть. Не окажете ли любезность? Не позовете ли вы? Вы местное население, на мой конце. Талант нельзя держать в себе. Он должен блистать для всех. Правда? Окей. Бенни-Буф! Лиса! Красавка! Иди сюда! Поставайте бы поближе, чтобы вас всех не уезжают. Сейчас ты на морозке скачешь. Каташа, ближе к Лиде. Паша, вставай к Ларису ближе. Вот это... А что это вы тут все еще? Не нашли? Нет! Нет, не нашли. Да ну! А что ж так? Никто ничего не знает. Ходим, ходим, у всех спрашиваем, а никто ничего не говорит. Только обманывают, да себе что-нибудь спрашивают. Все будете. Да, ребята. Ой, простите, зверята. Плохи дела ваши. И Флит не помог? Что, все не туда? И все не догадываемся. И все никак? А сами еще и не догадались? Никак. Ну вот, что вас заставило идти в сказку, подарок искать? А? Снегурочки хотели сделать приятное. Она всех радует, а мы их нет. Вот. Значит, догадались? Нет. Опять не догадались. Да что же это такое? Да. Опять не догадались. Как вы думаете, что вас заставило сюда идти? Парадочные пенни. Бросили? Родителей бросили? Дела свои бросили? Мы хотели порадовать Дед Мороз. Но так радовать нужно. Так и не нашли. Ну кто же вам помог-то здесь не пропасть-то, а? А мне вот этот. Мне пингвин. А мне песец. О! Друг. А друг, это самое важное. Вот что вы нашли. Так можете идти поздравлять Снегурочку. Интересно. Ну что к ней придем и скажем здравствуй, Снегурочка. Мы твои подарочки. А вы ей сказку-то эту и подарите. Да. А я сейчас в нее, вот в эту хлопушку-то, всю сказку-то и заключу. Снегурочка, ты где? Иди к Незайке. Ну-ка. К Незайке. Принимай подарок. Незайки. Незайки. Это самый сказочный подарок и самый чудесный. И он слишком большой для меня одной. Пусть это будет сказка для всех друзей. Не ждите чудес, ждите сами. Нет, Настя, поверни. Настя, не с этой стороны. Поверни. Поверни штучку. Давай тебе, Снегурочка, помогу, что ли. Спасибо. Спасибо. Молодцы. А теперь я представлю вас. Слышите, я пойду? Ну-ка. Нам, нам, наших артистов. Выключи, пожалуйста. Итак, Дед Мороз. Но Дед Мороз у нас, как всегда, настоящий. Зовут Надежда Геннадьевна. Винни-Волк. 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 Волк. Павел Краснов. Винни-Волк. 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 Владимир Сальников, Снегурочка, Настя Башляева. Ну и, конечно же, Василиса Прекрасная, Ирина Евгеньевна. Очень хочет представить режиссера Театра книги «Ровесник» Яковлева.